Девушки отдыхают Хорошо Одним из самых любимых советскими людьми литературных жанров были классические детективы. И популярность данного жанра нашла свое отражение в советском кинематографе. Помимо увлекательного сюжета и тонко переданной создателями картины атмосферы иностранного быта, украшением этих фильмов стали прибалтийские красавицы-актрисы, игравшие с особым шармом, как роковых женщин, так и добропорядочных дам из высшего общества. Одной из самых ярких таких актрис была грациозная эстонская кинодива Фэймэ Юрно. Посмотри на меня. Ну ради бога, посмотри. Пусти меня, Камила. Предупреждаю тебя, пусти. Я хочу спасти тебя. Хочешь? Я знаю, чего ты хочешь. Роберт, отпусти меня. Мне больно. Может быть ты хочешь дождаться до ночи, когда ты упьешься шампанским, чтобы преодолеть девичью застенчивость? Роберт, ты сошел с ума. Родилась будущая актриса в 1951 году в Западной Германии. Ее отец был немцем, а мать из Тонкой. Когда девочке еще не было шести лет, родители разошлись. Мать забрала дочь и переехала на родину в Советскую Эстонию. Юность Фэймэ прошла в Таллине. В кино Фэймэ пришла из индустрии моды. Свою карьеру маникенщицы она начала в старших классах. Уже девятиклассница девочка участвовала в показах Таллинского дома моделей. А после школы она училась в студии моделей. Девушке не было и 20 лет, когда ее фотографии украшали обложки советских журналов моды. Яркая девушка почти сразу была задействована в кино, но первые роли были эпизодическими и остались зрителям незамеченными. Блеснуть на экране ей удалось, когда сильный режиссер Самсон Самсонов пригласил ее на роль Леди Камиллы в экранизацию произведения Сирила Хейра «Чисто английское убийство». Когда вы вошли, вы говорили обо мне. Знаю. Сказать, что именно. Вы говорили, что Роберт обращался со мной по-хански. И если были у кого основания его убить, то прежде всего у меня. Следующей заметной ролью стала Туранская принцесса в эпической экранизации таджик-фильмам поэтического творения персидского поэта «Сказание о Сиявуше». Также любители кино наверняка вспомнят актрису по роли спутницы писателя в фильме «Пикник на обочине», а также дамы в шляпке с феерической экранизацией «Трое в лодке, не считая собаки». И не надейтесь на летающие тарелки, это было бы слишком интересно. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что... Стану, спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник А, Б, С, который равен треугольнику А прям, В прям, С прям. Эта дама любезно согласилась идти с нами в зону. Она мужественная женщина. Ее зовут... Простите, вас кажется, зовут... Так вы что, действительно сталкер? Несмотря на определенные успехи, сцена так и не стала для Файме основной профессией. Зато ей удалось раскрыться в качестве модели. Имя Файме Юрноу было известно в мире моды. Она деятельно сотрудничала с ведущими модными журналами и известным модельером Вячеславом Зайцевым. В конце 80-х актриса уехала в Германию и посетила своего отца. После распада Советского Союза Файме эмигрировала в США. И некоторое время жила в Майами. Но она так и не смогла вписаться в уклад американской жизни. После чего вернулась в Эстонию. И на этот раз уже навсегда. Сейчас Файме находится на заслуженном отдыхе. И живет в Таллине, уединенной частной жизнью. Подробности которой предпочитает не раскрывать. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.